Коммуникационные потоки в организации Для успешной работы любая компания использует различные средства коммуникации с элементами своего внешнего окружения Потребителями Реклама и программы продвижения товаров на рынок Общественностью Создание привлекательного имиджа организации на местном, общенациональном или международном уровне Государственными органами Письменные отчеты, информация о финансах, сведения о своем размещении, соблюдение трудового и иного законодательства Партнерами Контракты, согласования, рекламации И другими элементами внешнего окружения Одной из основных задач является установление устойчивых и надежных взаимосвязей с потребителями, клиентами, существующими и потенциальными Такая взаимосвязь осуществляется разнообразными способами Реклама Пиар Формирование положительного имиджа организации Отчеты о деятельности компании в прессе Участие в форумах, выставках и т.п. В последнее время многие организации создают специальные подразделения по сбору и переработке информации, поступающей из внешней среды Это помогает создавать прочные связи с потребителями, учитывать их потребности, что является основой долговременного существования современных организаций Внутренние коммуникации Осуществляются в рамках организации, между работниками, между подразделениями Как правило, такие коммуникации связаны с координацией деятельности работников или подразделений Внутри организации информация может перемещаться по разным каналам, в разных направлениях и с разной скоростью Рассмотрим основные каналы передачи информации в организации Вертикальными коммуникациями называют перемещение информации между уровнями управления Она может передаваться по нисходящей, с высших уровней на низшие Или по восходящей, с нижних уровней на высшие По нисходящей руководители передают подчиненным приказы и распоряжения Планы и нормы, сообщают о текущих задачах, рекомендуемых процедурах и т.п. По восходящей передаются отчеты о работе, предложения сотрудников и другая информация Коммуникации по восходящей выполняют функцию оповещения руководства о том, что делается на низших уровнях Таким образом руководство может узнавать, например, о текущих или назревающих проблемах Наличие восходящих коммуникаций значительно повышает эффективность работы компании Любая организация состоит из множества подразделений Поэтому для координации задач и действий между ними необходим обмен информацией А это значит, что помимо нисходящих и восходящих информационных потоков Организации нуждаются еще в так называемых горизонтальных коммуникациях Информационных связях между подразделениями или между отдельными сотрудниками, находящимися на одном уровне управления Например, директора магазинов, входящих в розничную торговую сеть, могут периодически встречаться для обсуждения общих проблем Координации стратегии продаж и обмена информацией о продукции В наукоемких компаниях менеджеры среднего звена и специалисты проектно-исследовательских, производственных и маркетинговых отделов Могут встречаться для обсуждения действий по обновлению продукции В университетах преподаватели разных кафедр могут обсуждать взаимосвязь учебных дисциплин Помимо вертикальных и горизонтальных, в ряде организаций существуют так называемые диагональные коммуникации Между различными уровнями управления и различными функциональными подразделениями компании Внутренние коммуникации могут быть межличностными и организационными Межличностные связывают двух и более человек А к организационным относятся такие коммуникации, при которых хотя бы одним из участников является подразделение С точки зрения общения коммуникацию подразделяют на вербальную в виде устной или письменной речи и невербальную, мимика, жесты, разнообразные изображения, например, графики и диаграммы Коммуникации также могут быть формальными и неформальными Формальные коммуникации связывают элементы организационной структуры и устанавливаются при помощи правил, закрепленных должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Каналами неформальной коммуникации является межличностное общение сотрудников Особым, одним из самых быстрых способов распространения неформальной информации в организации Принято считать слухи Руководители иногда используют этот канал передачи информации для изучения мнения сотрудников Типичная информация, передаваемая по неформальным каналам Предполагаемые меры по ужесточению контроля Грядущие повышения или понижения сотрудников Изменения организационной структуры и тому подобное Итак, мы рассмотрели коммуникационные потоки в организации Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова